Сегодня подвели итоги работы Краевого оперативного штаба, который развернули на базе аэровокзала в Кубанской столице. Вениамину Кондратьеву доложили, что все выходные ответственные службы работали в усиленном режиме. За два дня не наблюдалось никаких сбоев в организации перевозки людей к месту прибытия или отлета. Никаких сбоев в транспортном обслуживании и в обслуживании питанием и бытовом обслуживании пассажиров не возникало. Люди не успевали, грубо говоря, просто даже постоять на улице. Они из здания аэропорта сразу садились в автобусы и отправлялись в город Ростов-на-Дону. Точно так же происходило и по прибытии пассажиров. У меня только слава благодарности к руководству аэропорта и представителям компании, которые еще до начала работы нашего штаба уже провели определенную работу, усилили все службы личным составом. Вениамин Кондратьев отметил слаженную работу специалистов и объявил благодарность всем участникам оперативного штаба. Я на самом деле хочу всем сказать слова благодарности за эти двое суток активной и напряженной работы. Пассажиры, по моим данным, отмечают бесперебойную и достаточно хорошую систему обеспечения питанием. Все службы жизнеобеспечения аэропорта работали в усиленном режиме. На самом деле каких-либо скоплений людей, каких-либо недовольств не наблюдалось. Хочу каждому объявить благодарность. И необходимые документы я управления протоколом прошу подготовить. Также губернатор распорядился в кратчайшее время подготовить документы для выплаты компенсации семье погибшей в авиакатастрофе жительницы Анапы и оказать всю необходимую помощь.